Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, сегодня выпуски. Актуализировались соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. С рабочей поездкой в Карачаево-Черкесии побывал губернатор Кемеровской области. Регистрация кандидата в Госдуму завершилась. В Карачаево-Черкесии в числе 78 субъектов России участвуют в пилотном проекте «Мобильный УИП». Качественные, экологически чистые в Карачаево-Черкесии собирают урожай персиков. Сколько тонн фруктов в день собирают в садах, узнавали Вести. Фестиваль «Заоблачный фронт» в Карачаево-Черкесии завершился реконструкцией сражения 1942 года. Архиз передал стафету Квардин-Балкани. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, который с рабочей поездкой прибыл в республику. Рашид Тимрезов поблагодарил Сергея Евгеньевича за большое внимание, которое он с первых дней на посту руководителя субъекта уделяет развитию межрегионального взаимодействия. Поздравил его с юбилейными датами, которые отметил регион 80-летием государственности Кемеровской области и 300-летием Кузбасса. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что между регионами уже есть успешный опыт взаимодействия в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2019 году. Но изменения, произошедшие в государстве и обусловленные такими масштабными событиями, как пандемия и специальная военная операция, требуют пересмотра плана совместных мероприятий, целей и задач сотрудничества в соответствии с вызовами, стоящими сегодня перед страной. И важно быть единой командой президента России Владимира Путина, важно консолидировать возможности и быть по-настоящему опорой и друг другу, и государству. Рашид Тимрезов и Сергей Цивилев актуализировали соглашение между правительством Карачаева-Черкесии и правительством Кемеровской области Кузбасса о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Важной частью документа являются разделы, регламентирующие сотрудничество в базовых для регионов отраслях, таких как промышленность, туризм и социальная сфера. Стороны убеждены, что соглашение внесет весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов и повышение уровня жизни населения в них, а также станет очередным успешным опытом консолидации в целях решения стратегически важных для страны задач. Завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы страны по округу номер 16. На 27-м заседании комиссии Сбюркома Республики выдали удостоверение к кандидату в депутаты Государственной Думы по округу Султану Узденову. Подробности у Али Баташева. В республике официально зарегистрированы пять кандидатов в депутаты Государственной Думы от разных политических партий. В частности, яблоко представит Ахмед Абазов, справедливую Россию, патриоты за правду Заур Акбашев, Коммунистическую партию Российской Федерации Кемал Бытдаев, ЛДПР Олег Жадяев и Единую Россию Султан Узденов. В соответствии с законодательством члены Сбюркома вручили ему удостоверение. Эмоции позитивные. Сегодня с момента регистрации меня в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы мы начинаем нашу избирательную кампанию. Впереди большая работа. Компания прошла очень организованно. Не было ни одной жалобы на моменте выдвижения регистрации. Не было никаких судебных исков. Подали документы представители пяти политических партий. Все пять кандидатов зарегистрированы. Отказов в избиркоме не было. И сейчас у них начинается период агитации. Карачаево-Черкесия в числе 78 субъектов Российской Федерации участвует в пилотном проекте «Мобильный УИК», говорили выступающие. Это новый формат общения с избирателями путем проведения подворовых и поквартирных обходов членами избиркома. Первый этап пройдет с 7 по 20 августа. Все, что от вас требуется, это ответить на вопросы члена участковой комиссии. У членов комиссии будет бейдж, где будет их фамилия, имя, отчество, номер комиссии и печать участковой комиссии. Вам будут задаваться вопросы и ответы будут вноситься в новый мобильный модуль, мобильное приложение, которое позволит нам лучше понять ваши чаяния, ваши нужды, ваши желания. И провести вот эту очень важную уточняющую работу. Я очень надеюсь на ваше понимание и сотрудничество. В среднем на опрос семьи из трех человек уйдет порядка семи минут. Члены избиркома проведут информирование и уточнение списка избирателей. Зададут необходимые вопросы. Агитация кандидатов запрещена. С 28 августа по 6 сентября будет вторая волна подворовых и поквартирных обходов избирателей. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В садах Карачаева, Черкесии приступили к уборке урожая персиков раннего срока созревания. Они являются одним из самых популярных фруктов в мире благодаря своей сочности и сладости. Какой урожай ожидают садоводы республики в этом году, узнавала Альбина Ламкова. Медовая сладкая мякоть персика нежная и ароматная. Она не только вкусная, но и полезная. Плоды содержат большое количество витаминов. Эти фрукты отличаются от других тем, что при термической обработке не теряют полезные свойства. Чтобы не собрать качественный персик, чтобы ни битого не было, ничего, как говорится, брака не было, чтобы аккуратно сложить все. Рабочий день в персиковом саду начинается в 8 и заканчивается в 16.00. Собирают урожай на площади полгектара. На уборку фруктов рабочие приезжают из соседних населенных пунктов. Их 35 человек. Правила сбора просты. Плоды нельзя тянуть или дергать. Их надо аккуратно прокручивать. Если неправильно сорвать персик с дерева, то он будет непригоден для дальнейшей продажи. Дневной нормы сбора нет. Но чем больше, тем лучше, признается с улыбкой Ренат. Коллектив дружный. У нас все прекрасно здесь. Все отлично. Четыре дня мы собираем персики. Ну, что я могу сказать. Наши персики самые качественные. Экологически чистые. По три, по четыре тонны, по две тонны собираем. Любите ли вы персик? Конечно. Срок эксплуатации персиковых садов – 25 лет. Деревья в саду низкорослые, чему способствует правильная обрезка. Кстати, вкус не зависит от размера. Бережно собранные с дерева плоды также аккуратно укладывают в картонные ящики. Впрочем, искусство опытного сборщика заключается в том, чтобы спелость фруктов определять не на ощупь, а по внешнему виду. Сбор персиков не терпит спешки. Плодам надо дать время, чтобы они набрали сок, цвет и вкус. Сбор мы производим сначала нижний ярус собираем, потом на платформах собираем верхний ярус, соответственно. Планируем собрать порядка 10 тонн, надеемся. Но так как мы его не завершили, поэтому подсчёта ещё точного не было у нас. Ещё в садах Карачаева-Черкесии выращивают яблоки и груши. Так что лишних рабочих рук нет. И желающим потрудиться на свежем воздухе всегда рады. С 15 августа начнётся сбор яблок. К этому сбору мы привлекаем большое количество людей. В основном жители Карачаева-Черкесии, ближайших аулов, сёл, в том числе из города Черкеска. На данный сбор мы, кстати, приглашаем всех желающих, людей, которые желают принять участие в сборе урожая. Поэтому милости просим. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева-Черкесия, Адыге, Хабльский район. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременна дождь-гроза, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами до плюс 16, в нём плюс 32-37, в горах местами до плюс 28 тепла. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, в нём плюс 33-35 градусов. Военные реконструкторы в горах Карачаева-Черкесии провели фестиваль в память о событиях 81-летней давности. В пятый раз Софийская поляна в Архизе становится полигоном для военно-исторического воспроизведения боёв за перевалы Северного Кавказа. Хотя оружие стреляло в холостую, эффект от восприятия происходящего был реальным. В этом убедилась Фатима Даурова. Взоркий взгляд опытного бойца вермахта из элитного отряда «Эдельвейс» с высоты выглядывает позиции соперников. Он присматривается к каждой расщелине скал, к каждому выступу, дереву и камню, за которым им могут укрыться красноармейцы. В укреплённых позициях гитлеровцы чувствуют себя как дома в родных Альпах. До поры до времени, пока не начинается наступление солдат Красной Армии. Силы противника превосходят в два раза. Неравный бой гремит в урочище «Медвежья пасть» в Марухском ущелье. Советские войска идут в гору, пытаясь погасить немецкий пулемёт. На выручку 4-й горной дивизии с названием «Горячавка» через перевал «Холега» спускается и теряет 1-й горно-стрелковой дивизии под названием «Эдельвейс». Пули свистят, а земля дрожит. Наверное, так же, как в 1942 году, когда велись ожесточённые бои за каждый сантиметр земли. За Родину! Достоверный сценарий конкретно этого боя был составлен по результатам пятилетней поисковой работы участников военно-исторической реконструкции. За две недели с начала фестиваля в ходе поисковых работ по долинам рек Маруха и Аксаут им удалось обнаружить останки более 14 погибших красноармейцев. Это, наверное, закладывается с детства. Вот лично для меня это общение с моими предками, с моим дедом, с моими обоими дедами, которые прошли Великую Отечественную войну, ну и, конечно же, воспитание родителями и последующее изучение истории. А вообще, наша задача в этом фестивале – это не дать забыть подвиг солдат, которые без малого подарили нам всем жизнь. Заоблачный фронт собрал около ста поисковиков из разных регионов России. В горах были установлены два базовых лагеря. Как отмечают организаторы, это способствует сохранению исторической памяти через интерактивные площадки и лекции, противостоянию фальсификации истории, популяризации альпинизма и поисковой работы среди молодёжи. Когда надеваешь на себя эту форму, примеряешь на себя, понимаешь, как нашим дедам было сложно воевать в таких условиях. Но, тем не менее, мы победили. Мы смогли показать, что русский солдат – он самый лучший. Россия состоит из множества народов. И каждый народ принял своё участие, вклад в победу, вклад в свой вложил. Ведь немцы, если здесь оказались, значит, это была не слабая армия. Это армия, которую мы победили. Это действительно мощная и сильная армия. Мы победили ту армию, которая победила Францию, Бельгию, Голландию, Норвегию. То есть мы как бы победили тех, кто победил всю Европу. Этот живой урок истории прежде всего помогает понять, насколько значима победа в той войне. Ну и, конечно же, ощутить чувство гордости за героических дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма. Ощущения происходящего настолько реалистичны, что каждый залп, каждый выстрел отражается эхом не только от многовековых скал Архиза, но и в сердцах каждого зрителя, который увидел сегодняшнее представление. Мне казалось, вот дети встанут и сидели, тамила Артем и Толик еще вот Денисовы рядом, и не хотели вскочить на немцев. Я слышу, они переговариваются, говорят, сейчас давайте побежим на немцев и начнем их бить. Реакция пятилетнего Прохора – подтверждение правильности и необходимости таких визуальных походов в историю страны. Россия всегда побеждает! Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. МВД по Карачаево-Черкесии в очередной раз напоминает о том, что добровольная сдача в органы внутренних дел незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предупреждает граждан, что при обнаружении у них незаконно хранящегося оружия или боеприпасов они будут нести уголовную ответственность. Граждане, в том числе иностранных государств, добровольно сдавшие в органы внутренних дел России незаконно хранящееся оружие, получают денежное вознаграждение. Продолжается реализация социального проекта «Культпоход». Был организован социокультурный путеводитель для семей, прибывших из Донбасса и освобожденных территорий. Участники проекта посетили Аланское кородище или Христа. Дети и их родители смогли посмотреть Нижнеархизские храмы, которые представляют собой памятник архитектуры X-XII веков, а также наскальный образ Христа. Организованная специально для участников проекта «Экскурсия» познакомила их с увлекательными историями и фактами о достопримечательностях Нижнего Архиза, а также с легендами и притчами. Напомню, «Культпоход» реализуется Центром Добро детям при поддержке Президентского фонда культурных проектов. Главная задача – не просто через комплекс мероприятий показать всю многогранность и разносторонность культуры нашей республики, но и вовлечь родителей через детей в общественную и культурную жизнь региона. Всего проект охватил 40 детей и 20 родителей. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ловец снов». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова